Девушки отдыхают Бескарактерными Ему так страстно захотелось Если ты ждешь от себя Чего-нибудь впереди То на каждом шаг Страница романа Льва Николаевича Толстого Война и мир Путь к счастью Действующие лица Пьер Надо жить Князь Андрей Болковский Я был прав, говоря, что нужно верить Княгиня Болковская Княжна Мария Жулия Карагина Наташа Ростова Князь Василий Дочь князя Василия Красавица Элен Сын князя Василия Анатолий Вы знаете, графиня, сказал Анатолий Веком Веком был миловидный С мягкими чертами Анна Павловна Анна Павловна Шерр Фрейлина И приближенной императрицы Марии Феодоровны Эбьен Эбьен, а брендс Ну что, князь Гена и Лука стали не больше Как поместьями Фамилии Бонапарта Я вас предупреждаю Если вы мне не скажете, что у нас война Если вы еще позволите себе защищать все гадости Все ужасы этого антихриста Да-да, я право верю, что он антихрист Я вас больше не знаю Вы уж не друг мой И вы не мой верный раб Как вы говорите Здравствуйте Здравствуйте Вижу, что пугаю Так садитесь и рассказывайте Так говорила в июле 1805 года Известная Анна Павловна Шерр Фрейлина и приближенной императрицы Марии Феодоровны Встречая важного чиновного Князя Василия Первого Приехавшего на ее вечер Анна Павловна кашляла Несколько дней У нее был грипп Как она говорила Грипп был тогда новый Слово, употреблявшееся только редкими В записочках, разусланных утром с красным лакеем Было написано Безразличие во всех Если у вас, граф или князь, нет в виду ничего лучшего Если перспектива вечера у бедной больной не слишком вас пугает То я буду очень рада вас видеть нынче у себя между семью и десятью часами Анна Шерр О, какое жестокое нападение Отвечал нисколько не смутившись В такой встрече вошедший князь в придворном шитом мундире В чулках, башмаках, призвездах Светлым выражением плоского лица Он говорил на том изысканном французском языке На котором не только говорили, но и думали наши деды И с теми тихими, покровистыми интонациями, которые свойственны Составившемуся в свете и при дворе значительному человеку Он подошел к Анне Павловне, поцеловал ее руку Подставив ей свою надушную сияющую лысину И покойно уселся на диван Ну, скажите же, как ваше здоровье? Успокойте друга Сказал он, не изменяя голоса и тона В котором из-за приличия участия просвечивала равнодушие даже насмешка Как можно быть здоровой, когда нравственно страдаешь? Разве можно оставаться спокойной в наше время? Когда есть у человека чувство Вы весь вечер у меня, надеюсь? А вечер английского посланника нынче все льда Я должен показаться там Дочь заедет за мной и повезет меня А я думала, что нынешний праздник отменен Да, признайся, эти праздники фейерверки становятся несносными Ну, если бы вы знали, что вы этого хотите, мразник бы отменить Сказал князь, как заведенные часы, говоря вещи, которым не хотел, чтобы верить мне Лет, не мучайте меня Что же решили по случаю Депешина Васильцева? Вы все знаете Ну, как сказать, что решили? Решили, что Бонапарте сжег свои корабли И мы, кажется, готовы сжечь свои Князь Василий всегда говорил винивое, как актер говорит роль старой пьесы Анна Павловна Шер, напротив, несмотря на свои сорок лет, была приспал на оживление и поры Да, быть энтузиасткой сделалась в ее общественном положении Иногда, когда ей до что бы не хотелось, она, чтобы не обмануть ожидания людей, знавших ее, делалась энтузиасткой Сдержанная улыбка, постоянно игравшая на лисе Анна Павловна, хотя и не шла к ее Отжившим чертам А выражала, как избавленных детей Постоянное сознание своего маленького недостатка От которого она не хочет, не может и не считает Нужным исправляться, ах, не говорите, нет, раз Я ничего не понимаю Может быть Но Австрия никогда не хотела и не хочет войны Она предает нас Россия одна должна быть спасительницей Европы Наш благодетель знает свое высокое призвание и будет веренному Вот одно, во что я верю Нашему доброму, чудному государю предстоит величайшая роль в мире Он так добродетельно, хорош, что Бог не оставит его, и он исполнит свое призвание задавить гидру революции Которая теперь еще ужасней в лице этого злодея-убийца Мы одни должны искупить кровь праведника На кого нам надеяться? Да, я вас спрашиваю Англия своим коммерческим духом не поймет Она не может понять с высоты души императора Александра Она отказалась очистить Мальту Она хочет видеть и ищет задние мысли наших действий Что они сказали к Васильцаму? Ничего Они не поняли Они не могут понять самоотвержение нашего императора Который ничего не хочет для себя и все хочет для блага мира И что обещали? Ничего Да, что обещали, того не будет Пруссия оберила, что Бонапарта непобедим И что вся Европа ничего не может против него Я не верю Я не верю ни в одном слове Ни Гондербергу, ни Гаврицу этот присланутый нейтралитет Пруссии только заподня Я верю в одного Бога и высокую судьбу нашего милого императора Он спасет Европу Ежели бы Вас послали вместо нашего милого Венцегерода Вы бы взяли приступом согласия брусского короля Вы так красноречены Вы дадите мне чай? Сейчас А про то Нынче нет вам очень интересных человека Геконт Мартемар Он в родстве с Мармаральси через Рубанов Одна из лучших фамилий Франции Это один из хороших иммигрантов Из настоящих И Абарт-Мори Вы знаете Дубок Юн? Он был принят государем Да, вы знаете? Да, я рад Скажите Добавил он как будто бы только что Вспомнив что-то Как то, о чем он собирался говорить Было главной целью его визита Это правда, что императрица-мать Желает назначения барона Фонке Первым секретарем Вены Этот барон, кажется, такая ничтожная личность Князь Василий желал назначить своего сына на эту должность Которую через императрицу Марии Феодоровны пытались доставить барону Барон Фонке Рекомендован императрице-матери ее сестру А на полную Свойственную ей придворную и женскую ловкостью Быстрады так-то захотела и щелкануть князя За то, что он дерзнул так отозваться о лице рекомендованном императрице И в то же время утешить его Да, кстати О вашей семье Вы знаете, что ваша дочь с тех пор, как выезжаете, составляет восторг всего общества Да, ее находят прекрасную, как день Я часто думаю, как иногда несправедливо распределяется счастье жизни За что вам судьба дала таких двух славных детей Исключая на то ли вашем мешок, его не люблю На таких прелестных детей А вот вы менее всех цените На что вы хотите? Лафатер сказал бы, что у меня нет шишки родительской любви Перестаньте шутить Ведь я хотела серьезно поговорить с вами И очень недовольна вашим меньшим сыном Между нами будет сказано Они говорили о зубе величества И о чем идет диванция На что вы хотите шутить? Я делаю для их воспитания все, что только может делать отец И оба вышли дурки Ипполит, по крайней мере, покойный дурак Анатолий, беспокойный Вот, мой взгляд Да зачем? Зачем родятся дети у таких людей, как вы? Я ваш любимый шар И вам одни могу сказать Мои дети, это обуза моего существования Вы никогда не думали женить вашего блудного сына Анатолия? Говорят, что старая девица имеет маню женить Нет, я еще не чувствую из-за собой такой слабости Но у меня есть одна аппетита отцом Которая очень несчастлива с отцом Наши родственники, княжна Балконская Это вы знаете? Анатолия стоит 40 тысяч в год А что будет через 5 лет, если дело пойдет так? Вот выгода быть отцом Она богатая, ваша княжна? Отец очень богат, скуп Он живет в деревне Вы знаете, этот известный князь Балконский Отставленный еще при покойном императоре И прозванный русским королем Очень умный человек, со странностями тяжелая И меня, что несчастлива, как камни Подождите, у нее брат Вот что недавно женился на Лисмэн Он адъютант Кутузова будет нынче у меня Милая Аннет, сделайте мне это дело Я ваш вернейший раб Она богатая и хорошая фамилия Это все, что мне нужно Гостиная Анны Павловны начала понемногу наполняться Приехала высшая знать Петербурга Люди самые разнородные по возрастам и характерам Но одинаковые по обществу, в котором все жили Приехала дочь князя Василия Красавица Илья Заехавшая за отцом Чтобы вместе с ним ехать на праздник посланник Она была в шифре и бальном платье Приехала и как самая ображительная Женщина в Петербурге, молодая мама И княгиня Балконская Прошлую зиму вышедшая замуж И теперь не выезжавшая в большой свет Причина беременности Но все же ездившая на небольшие вечера Приехал князь Иппалит Сын князя Василия С Мартемаром, которого он представил Приехала Абат Морю И многие-многие другие Вы не видали еще? Или вы не знакомы с Матан? Говорила Анна Павловна приезжавшим гостям И весьма серьезно подводила их к маленькой старушке В высоких бандах, выплывшей из другой комнаты Как скоро стали приезжать гости Называла их по имени, медленно переводя глаза с гостя на Матан И потом отходила Все гости совершали обряд приветствия Никому не известной, никому не интересной И не нужной тетушке Матан каждому в одних и тех же выражениях говорила О его здоровье О своем здоровье И о здоровье ее величества Которое нынче было Слава Богу, лучше Каждый, подходившись с чувством тяжелой Выполненной обязанности, отходил от старушки Чтобы уже во весь вечер ни разу к ней не подойти Молодая книгиня Балконская приехала с работы В шитом золотом-бархатном мешке Всем было весело смотреть на эту полную здоровье и живость И хорошенькую будущую мать Так легко переносившая свое положение Старика И скучающим мрачным молодым людям Смотревшим на нее Казалось, что они сами делаются похожими на нее Поговорив кого-нибудь всего несколько времени с ней Все, кто говорил с ней И видел ее светлую улыбочку и блестящие белые зубы Думал, что он особенно нынче любезен И это думал каждый Маленькая книгиня переваливаясь Маленькими быстрыми шажками Обошла стол с рабочей сумочкой на руке И весело, управляя платье, села на диван Как будто все, что она не делала Было паре-де-плезир Развлечением Для нее и для всех окружающих Я захватила работу Сказала она, развертываясь в рудикюль И обращаясь ко всем вместе Смотрите, Аннет, не сыграйте самой дурной шутки Вы говорили, что у вас будет совсем маленький вечер Видите, как я одета дурно И она развела руками, чтобы показать все свое В кружевах, серень и изящное платье Чуть ниже груди, опоясанное широкой левым Будьте спокойны Вы все будете лучше, серень Вы знаете, мой муж покидает меня Идет на смерть Скажите, зачем такая война? Сказала она князю Василию И, не дожидаясь ответа Обратилась к дочери князя Василия Красивая Нин Что же за прелестная особа Эта маленькая княгиня Сказала князь Василия тихо, Аннет, полная Вскоре после маленькой княгини Вошел массивный толстый молодой человек Со стриженной головой в очках Светлых панталонах по тогдашней моде Высоким жабой и коричневым фраке Да, этот толстый молодой человек Был незаконный сын знаменитого Екатеринского бельможи Графа Безухова, умиравшего теперь в Москве Он нигде не служил Еще только что приехал из-за границы Где воспитывался и был первый раз в обществе Анна Павловна приветствовала его поклоном Относящимся к людям самой низшей иерархии В ее салоне Но несмотря на это низшее по своему сорту приветствие В лице Анны Павловны изобразилось беспокойство и страх Подобный тому, который изображается При виде чего-нибудь слишком огромного И несвойственного месту Да, хотя действительно Пьер был несколько больше других мужчин в комнате Но этот страх мог относиться только к тому умному И вместе крупному, естественному и наблюдательному взгляду Отличавшему его от всех в этой гостиной Очень любезно с вашей стороны Пьер Что вы пришли навестить бедную больную Сказала Анна Павловна испуганно Переглядываясь с тетушкой, которая его подводила О его здоровье О своем здоровье И о здоровье ее величества Которое нынче было лучше Иер пробурлил что-то непонятное И продолжал отыскивать что-то глазами Он радостно, весело улыбнулся Маленькой ленигине, как миской знакомой И подошел к тетушке О его здоровье О своем здоровье И о здоровье ее величества Страх Анны Павловны был не напрасен Потому что Пьер, не дослушав речи тетушки О здоровье ее величества, отошел от нее Она полно испуганно остановила его словами А вы, вы не знаете об этом море? Он очень интересный человек Сказала Анна, чтобы сказать что-нибудь И вновь обратиться к своим занятиям Хозяйки дома Но Пьер сделала обратную неучтивость Прежде он, не дослушав слов собеседницы, ушел Теперь он остановил разговором собеседницу Которой нужно было уйти от него Да, он нагнув голову и расставив большие ноги Стал доказывать Анне Павловне Почему он полагал, что план Аббата был химерой Мы после его говорим И отделавшись от молодого человека Не умеющего жить, Анна Павловна Вернулась к своим занятиям Хозяйки дома И продолжала прислушиваться И приглядываться Готовая подать помощь на тот Где ослабевал разговор Говорят, скажем, что подошли Копички Она улыбается Очень счастлива Как Хозяин в предельный мастерской Посадив работников По местам Прокаживается по заведению Замечая неподвижность Или Непривычный, скрипящий, слишком громкий звук Перетенат Непривычный, скрипящий, слишком громкий звук Перетенат Торопливо идет Сдерживатель пускает в обнодрежащий порт Такая нормальная Прокаживается по своей гостиной Подходила к замолкновению Или много говорившему кушку И одним словом или перемещением Опять заводила Равномерную Приличную Разговорную Машину В данном среде этих забот Все виден был не особенный страх за Пьера Она заботливо поглядывала на него В то время, как он подошел послушать то, что говорилось около Мартемара И отошел к другому кружку, где говорил Аббат Для Пьера, воспитанного за границей Этот вечер Анны Павловны был первой, которую он видел в России Он знал, что здесь собрана интеллигенция всего Петербурга И у него, как у ребенка в игрушечной лавке, разбегались глаза Он все боялся пропустить умные разговоры, которые он может здесь услыхать Глядя на уверенные, изящные выражения лиц, собранных здесь Он все ждал чего-нибудь особенного, умного Вечер Анны Павловны выпущены Перетено с разных сторон равномерно, немолкая, шумели Кроме, но там толпчество разбилось на три кружка В одном, более мужском, центром головы В другом, молодом, красавицу, княжная Лен, дочь, князь Василий И хорошенько, румяно, слишком полный По своей молодости, маленькая княгиня Балтольская В третьем, Мартемар и Анна Павловна Господа Виконт Виконт был миловидным, с мягкими чертами и приемами Молодой человек, очевидно считавший себя знаменитостью, но по благовоспитанности Скромно предоставлявший пользоваться собой тому обществу, в котором он находился Анна Павловна, очевидно, угощала им своих гостей Как хороший методотез, представляет как нечто сверхъестественно прекрасное Тот кусок говядины, который есть не захочется, если увидать его на грязный куб Так и в нынешний вечер Анна Павловна Угощала почву своих гостей сначала Виконт Потом Аббат Как нечто Сверхъестественно утонченное В кружке Мартемара заговорили об убедении герцога Энгиенского Виконт заметил Что герцог Энгиенский погиб из-за своего благополучия И что были особенные причины для ослабления Наполеона Расскажите нам это, Виконте Сказал Анна Павловна, с радостью и чувствуя, как чем-то а-ля Луни 15-й отзывалась эта фраза Виконт Очень мило Рассказал о ходившем тогда анекдоте, что Герцог Энгиенский тайно посетил Париж Для свидания С мадемуазель Жорж И что там Он случайно встретился С Бонапартом Также Пользовшимся Милостями знаменитой актрисы И что там, при встрече с герцогом Бонапарта случайно Упал в обморок Которым он был подверг И что некоторое время оставался во власти герцога Которым герцог не воспользовался И что за это-то Бонапарта Бонапарта впоследствии Этмстил герцогу Смертью Ссяча Шао Сам И что там Прошитал маленькой книги Не втыкая волны в работу Будто интереснее всего рассказывал Миша А мне продолжать работу В это время в гостиную вошло новое лицо Новое лицо это был молодой князь Андрей Болконский Муж маленькой книги Князь Болконский был небольшого роста Красивый молодой человек С определенными слухими чертами Все в его фигуре начиная от усталого, скучающего взгляда на красивого, тихого, мирного шага, представляла самую резкую противоположность с его маленькой живемой женой. Казалось, что все бывшие в зале были не только ему знакомы, но и надоели ему так, что смотреть и слушать их не было очень скучно. И среди всех прискучивших ему лиц, с его хорошенькой жены, казалось, надоело ему больше всего. Но с гримацией, портившей его красивое лицо, он... Отвернулся. Он поцеловал руку Анны Павловны и щурясь, а где делал все общество. Вы собираетесь на войну, князь? Генерал Кутузов, он говорил как француз, подаряя на последнем слоге зов. Генералу Кутузову угодно меня к себе вадют, Анна. А Лиз, ваша жена? Она поедет в деревню. Как вам не грех лишать нас, ваши прелестные жены? Андраев! Сказала его жена, обращаясь к ему тем же кокетливым тоном, каким она обращалась ко всем уставам. Какую историю нам рассказал веком-то Мозель Жёжи Бонапарте? Пьер, со временем входа князя Андрея Пристину, не спускавший с него радостный, дружелюбный глаз, подошел к нему и взял его за руку. Мозель, не напорачиваясь, включил лицо в кремацию, нажавшую досаду, потому что продает его саду. И на полупающееся лицо Пьера он сам улыбнулся, неожиданно добрый и приятный улыбник. Ах, вот как и ты в большом свете. Я знал, что вы будете. Я приеду к вам сегодня ужинать. Можно? Нет, нельзя. Ежели ещё год Бонапарта останется на престоле Франции, то дела пойдут слишком далеко. Интригой, насилиями, изгнаниями, казнями общество, я разумею, хорошее общество, французское, будет навсегда уничтожен. И тогда император Александр объявил, что он предоставит самим французам выбрать оба страны. И я надеюсь, что вся Франция, освободившись от узора, бросится в руки законного края. Это сомнительно. Месье Левиконт весьма справедливый, полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я думаю, теперь трудно будет вернуться к стране. Да, сколько я слышал, почти уже всё дворянство перешло на сторону Бонапарта. Это говорят бонапартисты. Теперь трудно узнать общественное мнение Франции. Бонапарт для Ди, я показал им путь славы, они не хотели. Я открыл им свои передние, и они хлынули толпой, что не знаю, до какой степени имел им право это говорить. Никакого. После убийства герцога Ингинского даже самые пристрастные люди перестали видеть в нём героя. Если и были люди, которые видели в нём героя, то после убиения герцога одним мучеником стало больше на небесах, и одним героем меньше на земле. Казнь герцога Ингинского это была государственная необходимость. И я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся взять на себя одного ответственность в этом поступке. Боже, мой боже. Как? Вы, семьи, поведете в убийстве величие души? Да я... Я потому так говорю, что бурбоны бежали от революции, предоставив народ анархии. А один Наполеон сумел понять революцию, победить её, и потому, для общего блага, он не мог не пожертвовать жизни одного человека. Не хотите перейти к тому столу? Нет, Наполеон велик, потому что он стал выше революции, победил все злоупотребления, удержав всё хорошее, равенство граждан, свободу слова и печати, и потому приобрёл власть. Да, если бы он, взяв эту власть, не пользовался ею для убийства, передал бы законному королю, тогда бы я мог назвать его великим человеком. Он бы не мог этого сделать. Народ отдал ему власть только лишь для того, чтобы избавить от бурбонов, и потому что видели в нём великого человека. Революция была великое дело. Революция, цареубийство, великое дело. Да после этого вы не хотите перейти к тому столу? Я не говорю про цареубийство. Я говорю про идеи. Идеи гребежа, убийства и цареубийства. Ну это были крайности, разумеется, но не в них всё значение, а значение в свободе человека, эмансипация предрассудков, в равенстве граждан. И все эти идеи Наполеон удержал во всей их силе. Свобода и равенство — всё громкие понятия, которые давно уже себя скомпрометировали. Кто же не любит свободу и равенство? Ещё спаситель наш проповедовал свободу и равенство. Но разве после революции люди стали счастливыми? Напротив, мы хотели свободы, а Бонапарт её уничтожил. Да, мой милый Бьер, как вы объясняете великого человека, который мог казнить герцога, да, наконец, просто человека, без суда, без вины? А я бы спросил, как бы, как мне всё объясняет восемнадцатый бюльмер? Разве это не шульдерство? Это обман, вовсе не похожий на образ действия великого человека. А брены, в априке которых он убил, это ужасно. Ну и как вы хотите, чтобы он всем отвечал? И потом в поступках государственного человека нужно различать поступки частного лица, полководца или императора, мне так кажется. Да, да, разумеется. Нельзя не сознать, что Наполеон, как человек велик, на Аргольском мосту и в госпитале в Яфе, где он чумным подаёт руку. Но есть и другие поступки, с которыми другу согласиться. Поблагодори Флану Павловну за её обворожение, вечер гости стали расходить. Образуйте мне этого медведя. Вот уже месяц он гостит у меня, и первый раз я вижу его в свете. Ничто так не нужно молодому человеку, как общества. Умных женщин. Да, Пьер был неуклюж, толстый, огромный, широкий, с огромными красными руками. Он, как говорится, не умел войти в салон, ещё менее умел из него выйти, то есть перед выходом сказать что-нибудь особенно приятное. Кроме того, он был рассеян, вставая вместо своей шляпы. Он захватил шляпу с генеральским племашем и держал её, дёргая султан, пока генерал не попросил возвратить её. Но вся его рассеянность, не умея в эти салоны говорить в нём, выкупались выражением добродушия, простоты и скромности. Анна Павловна повернулась к нему и, с христианской крутостью, выражая прощение за его выходку, кивнула ему, сказала, «Надеюсь увидеть вас ещё, но надеюсь тоже, что вы измените своё мнение, мой милый месье Пьер». Кроме того, он был рассеян, вставая вместо своей шляпы, он захватил шляпу с генеральским племашем. Пьер приехал вперёд, как домашний человек, прошёл в кабинет князя Андрея, по привычке лёг на диван, взял с полки первую попавшуюся книгу, это были записки Цезаря, и начал читать их с середины. Что ты сделал, мазер-шерок? Он даже теперь совсем не болеет. Нельзя, мол, шерок везде всем говорить, что только думаешь. Ну что ж, ты решился, наконец? Валер, как ты будешь дипломатом? Можете себе представить, я ещё не знаю. Ни то, ни другое мне не нравится. Ну и надо на что-нибудь решиться, отец твой ждёт. Пьер с 10-летнего возраста был послан с гувернёром Аббатом за границу, где пробыл до 20-летнего возраста. Вернувшись в Москву, отец сказал молодому человеку, «Теперь поезжай в Петербург, осмотрись и выбирай. Вот тебе деньги, вот тебе письмо князю Василию, пиши мне обо всём, я тебе во всём помогаю». Пьер уже три месяца выбирал карьеру и ничего не делал. Про этот выбор и говорил ему князь Андрей. Был ты в конной гвардии? Нет, не был. Но вот что мне пришло в голову, я хотел с вами поговорить об этом. Сейчас идёт война с Наполеоном. Ежели бы это была война за свободу, я бы понял. Я бы первый поступил на службу, но помогать Англии и Австрии в борьбе с величайшим человеком в мире – это нехорошо. Но ведь если бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было. Это и было бы прекрасно. Это, может быть, и было бы прекрасно, но только такого никогда не будет. Но для чего вы ведёте на войну? Я? Не знаю. Так надо и… Кроме того, я иду в соседней комнате, зашуменное женское платье. Я иду, потому что это жизнь, которую я веду здесь, не по мне. Пошла к Ирине. Она была уже в другом, домашнем, но столь же элегантном и свежем платье. Отчего я часто думаю? Отчего она к ним ушла замуж? Как же вы глупые миссии, что на ней не женились. Вы меня, конечно, извините, но вы ничего не понимаете в женщинах толку. Такой бы спорщик, месье Пьер. Да я и с мужем с вашим постоянно спорю. Не понимаю, зачем ему нужно идти на войну? Ах вот я тоже говорю. Я не понимаю, решительно не понимаю, отчего мужчины не могут жить без войны. Отчего мы, женщины, ничего не хотим, ничего нам не нужно. Вот вы будьте судьёй. Я ему всё говорю. Он здесь адъютант у дяди. Самое блестящее положение. Он здесь всего так знает, везде так принят. На днях в Апраксинах недавно слышала, когда на дамы спрашивают. Это знаменитый князь Андрей, честное слово. Слышь очень милый славанковый государь. И он очень легко мог бы стать флорид-юзитантом. Мы с Санетт говорили, что это легко было бы устроить. Как вы думаете? Когда вы едете? Ах, не говорите мне ничего про этот отъезд, я не хочу про него ничего слышать. Сегодня, когда я подумала, что придется прервать все эти дорогие отношения. И потом... Знаешь, Антон, мне страшно. Мне страшно. Я не понимаю, Лиза, чего ты боишься? Все мужчины эгоисты. Все эгоисты. Сам из-за своих прихотей, бог знает зачем, бросает меня, запирает в деревню одну. С отцом и сестрой, не забудь. Все равно одна, без моих друзей. И хочешь, чтобы я не боялась. Все-таки я не понимаю, чего ты боишься, Лиза? Нет. Я говорю, Андрей, ты... Так. Так, и минился. Твой доктор велит тебя раньше на жительство. Ты бы ушла спать. Ты что, не заделаешь, что тут месье Фьер? Я тебе давно хотела сказать, Андрей, за что ты ко мне так переменился? Ты уезжаешь в армию, меня не жалеешь. За что? Лиза... Ты говоришь со мной, как взбогналить с ребенком. Я все вижу. Разве такое был полгода назад? Лиза, я прошу вас перестать. Прошу вас, прошу, успокойтесь. Я понимаю вас, потому что я сам испытал это же, потому что отчего... Чужой тут лишний. Нет, постой, Лиза. Игения так добра, что он не захочет лишать меня удовольствия провести с тобой вечер. Он только о себе иду. Лиза! 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 Никогда, никогда не женись, мой друг, вот тебе мой завет. Не женись до тех пор, пока не скажешь себе, что сделал все, что смог. Пока не перестанешь любить ту женщину, какую ты выбрала, а то ошибешься жестокой, непоправимой. Женись он стариком никуда не будет. А то пропадет все хорошего, что в тебе было, все, и старайтесь по мелочам. Да, 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 и не смотри на меня так. Если ты ждешь от себя чего-нибудь впереди, то на каждом шагу ты будешь чувствовать, что для тебя все кончено и все закрыто, кроме гостиной, где ты будешь стоять на одной доске с пригорным лакеем и идиотом. Ты что? Нет. Моя жена прекрасная женщина. Это одна из тех редких женщин, с которой можно быть покойным за свою честь, но... Боже мой, чего бы я теперь только не отдал, чтобы не быть женатым. Это я тебе одному и первому говорю, потому что люблю тебя. Ты ведь не знаешь, от чего я тебе говорю. А ведь это целая история жизни. Вот ты говоришь, ты говоришь Бонапарте. Бонапарте, его карьера. Но Бонапарте, когда он работал, он был один. Он шаг за шагом шел к своей цели. У него ничего, кроме нее, не было, и он достиг ее. Но свяжи себя с женщиной, как скопный колодник. Ты потеряешь всякую свободу, и все, что есть в тебе, надежды, силы, все, только тяготит и раскаяния, и мучает тебя. Сплетни, балы, гостиные, ничтожество. Вот заплограммный труп, из которого я теперь не могу выйти. Я теперь собираюсь на войну. Величайшую войну, которая когда-либо бывала, но я ничего не знаю, никуда не гожусь. Нет, я очень милый, очень едок, и ладно, баллы меня слушают, это глупое общество, без которого не может жить моя жена. Да, и вообще женщина. Если бы ты только знал, что такое все эти женщины высшего общества. Отец мой прав. Эгоизм, тщеславие, тупоумие, ничтожество во всем. Вот, женщины, когда покажутся, как они есть, посмотришь на них в свете, кажется, что что-то есть. А ничего, ничего, ничего. Да. Ах, не женись, туша, блин. Не женись. Мне смешно. Мне смешно, что вы себя считаете неспособным, а свою жизнь испорченную жизнью. Да у вас все, все впереди, и вы. Пьер считал князя Андрея образцом всех совершенств. Именно от того, что князь Андрей в высшей степени собирал в себе все те качества, которых не было у самого Пьера, и которые можно было обозначить ближе всего понятием сил воли. Пьер всегда удивлял способность князя Андрея спокойного обращения со всякого рода людьми. Его необыкновенной памяти, рассчитанности он все читал, все знал, обо всем имел понятие. А кроме того, его способности работать и учиться. Ежели часто Пьер удивлял отсутствие у Андрея способности к мечтательскому философствованию, к чему особенно был склонен Пьер, то и в этом он видел не недостаток, а силу. Я человек конченый, что обо мне говорить? Давай говорить о тебе. А что обо мне что говорить? Да что я такое? Ресуэн Батард, незаконный сын, без имени, безсостояния. Я свободен пока и мне хорошо. Я вот только не знаю, что начать, и я с вами хотел серьезно посоветоваться. Мне дорого, особенно еще и потому, что ты один живой человек во всем нашем свете. Тебе хорошо, выбирай что-нибудь, все равно ты везде будешь хорошим. Но одно, перестань ты ездить к этим Курагинам, там же не идет тебе все эти кутежи, гусарства, все. Дорогой мой, женщина, дорогой мой женщина, не понимаю. Порядочные женщины, это одно, но ли вам Курагина, женщины и вино, не понимаю. Знаете что, я давно об этом думал, все равно со своей жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова болит, денег нет. А нынче он меня, кстати, звал, а я не поеду. Дай мне честное слово, что ты не будешь ездить. Так, честное слово. Был второй час ночи, когда Пьер вышел от своего друга. Ночь была июньская, петербуржская, бессумрачная ночь. Пьер сел у взвозчую коляску с намерением ехать домой. Но чем ближе он подъезжал, тем более чувствовал невозможность заснуть этой ночью. Походившую больше на утро или на вечер, далеко было видно по пустынным улицам. Дорогой Пьер вспомнил, что нынче у Анатолия Курагина должно было собраться обычное горное общество, после которого шла попойка, заканчивавшаяся любимым и вселением Пьера. Эх, хорошо было бы поехать к Курагину, подумал он. Но тотчас же он вспомнил данное слово княже Андрея не бывать у Курагина. Но тотчас же, как это бывает с людьми, называемыми бесхарактерными, ему еще раз захотелось испытать на себе столь знакомую ему беспутную жизнь, кроме того, он вспомнил, что еще до того, как дать слово князю Андрею, он давал Анатолию слово «быть» у него, и что вообще все эти честные слова – это такие условные вещи, особенно если сообразить, что завтра он или умрет, или случится что-нибудь такое, что не будет уже ни честного, ни бесчестного. Такого рода рассуждения часто приходили к Пьеру. Он поехал к Курагину. Подъехав к высокому дому, у комнатной гвардейской козы, он поднялся на священное колесо, на лестницу и вошел в утворенную дверь. Гостиный пахло вином. Так, ага. Ужин уже, ужин и игра закончились, но гости еще не разъезжались. В передней он увидел, валялись плащи, калоши, пустые бутылки, пахло вином, слышался дальний говор и крик. Пьер скинул плащ и вошел в первую комнату. Где стояли остатки ужина, и один лакей, думая, что его никто не видит, допивал недопитые стаканы. Из третьей комнаты слышались во сня, крики, хохот знакомых голосов и рев в медведях. Держу за стену, за стул! Смотри, не поддерживают! Городолог, а вы разъедете проедет! А ну, бросьте миску! Вот парень! Одним махом, иначе проиграна! Ну, ягод, дай мудылку, ягод! Ну-ка, постой, ты спора, а? Вот тут Петруша, милый друг. Другой голос невысокого человека с ясными голубыми глазами, особенно поражавший своей трезвостью на фону этих пьяных голосов, прокричал от окна, иди сюда, резайми Париж! Это был Долохов, Семеновский офицер, известный игрок и бритер. Господа, а в чем дело, я не пойму. Постойте-ка, ну, уже не пьян! Ну, дай мудылку! Прежде всего, пей! Пьер стал пить стакан за стаканом. Анатолий Наливало-моль рассказывал, что Долохов держит Париж с англичаном, с Сименсоном, моряком, в бывшем тур. В том, что он, Долохов, выпьет бутылку Ромы, сидя на окне третьего этажа, с опущенными наружу на коне. Париж! Долохов был человек невысокого роста, курчавый, со светлыми голубыми глазами. Ему было лет 25. Долохов жил вместе с Анатолием, он был человек небогатый. Несмотря на то, что Анатолий проживал десятки тысяч, Долохов жил вместе с ним и сумел себя поставить таким образом, что все знавшие их уважали Долохова больше, чем Анатолия. А Долохов играл во все игры и почти всегда выигрывал. Сколько бы он ни пил, он не терял ясность тепловых. И Гурагин и Долохов были знаменитостями в мире повес и кутил Петербурга. Слушать! Держу пари. Он говорил по-французски, так, чтобы его понимал англичанин. Делал это не слишком хорошо. Держу пари на 50 империалов. Хотите на 100? Нет, 50. Хорошо. На 50 империалов, что я? Выпью бутылку Рома. Всю выпью, не оторвая торта. И сидя вот на этом самом месте. Очень хорошо. И не держась ни за что, так? Анатолий повернулся к англичанину и схватив его за бугольцу фрака, а англичанин был мал ростом, начал по-английски ему объяснять условия пари. Постой, Курагин! Если кто сделает то же, я плачу 100, понятно? Господа, ну перестань, он же убьется сейчас. А он говорит, не трогай, не испугай! Кто так делал? Он убьется, что ли? Кто ко мне еще будет рецоваться, я того сейчас спущу вот сюда. Ну, сказав, ну, он повернулся опять, опустил руки, взял бутылку и вскинул назад голову. Скинув свободную руку для перевеса, бутылка, видимо, поражнялась, и вместе с тем он загибал голову. И что же он так долго подумал, Пьер, ему показалось, что прошло уже больше получаса. Вдруг он сделал назад нервическое движение спиной, и рука его задрожала. Этого содрогания было достаточно, чтобы сдвинуть все тело, сидящее на богатом откосе. Пуста! И он бросил пустые бутылки англичанину, которые ловко поймал. Вот так молодцово! Вот это пари вас, черт возьми! Господа! Я тоже сделаю! Кто хочет со мной пари? Я же сделаю! Пари, не нужно! Вели дать бутылку Рому! Вели дать! Пусть чай! Пусть чай! Ну, постой! А, я сделаю! А то тебя пустят, а! Да у тебя ведь на лестнице даже голова кружится! А вели дать вот бутылку Рому! Нет, его так просто не ломаешь, ни за что. Хотя, постойте, я его обманул. Я держу с тобой пари. Ну, завтра! А сейчас мы все едем в Юхо! И Мишку с тобой возьмем! В Лысых горах имени князя Николая Андреевича Балконского с нетерпением ожидали приезда молодого князя Андрея из княгини. Но ожидание не нарушало стройного порядка, по которому шла жизнь в доме старого князя. Генерал-аншеф князь Николай Андреевич по прозванию в обществе Леогуады Клюц с тех пор, как при Павле был сослан в деревню, жил безвыездно в своих лысых горах с дочерью, княжной Марьей. И в новое царствование, хоть ему и был разрешен въезд в столицу, он по-прежнему безвылазно жил в деревне, говоря, что ежели кому ему нужно, тот и от Москвы полтора ста верст доедет до Лысых гор, а что ему никого и ничего не нужно. Он говорил, что есть только два источника людских пороков, праздность и суеверие, и что есть только две добродетели — деятельность и ум. Он сам занимался воспитанием своей дочери. До двадцати лет давал ей уроки алгебры и геометрии, распределял всю ее жизнь в беспрерывных занятиях. Письмо от Жюли. Письмо было от ближайшего с детства друга княжны. Жюли писал. Мой милый и бесценный друг, какая страшная и ужасная вещь, разлука. И сколько не твержу я себе, что половина моего существования и счастья в вас, что, несмотря на все расстояния, нас разделяющие, сердца наши связаны неразрывно, мое сердце возмущается против судьбы. И, несмотря на все увеселения и рассеяния меня окружающие, мое сердце томится скрытой тоской от разлуки с вами. Но отчего мы не вместе, как в прошлое лето, на нашем голубом диване, на диване признаний, как мы его называли? Почему я не могу почерпать новые нравственные силы в вашем взгляде, в таком простом, кротком и проницательном, о которой вот сейчас я не живу перед собой, когда пишу на церкви? Вся Москва только и говорит, что о войне. Один из моих двух братьев за границей, другие выступают в поход к границе. Говорят, сам государь собирается покинуть Петербург и подвергнуть свое бесценное существование превратностям войны. Дай Бог, чтобы это корсиканское чудовище, возмущающее спокойствие всей Европы, было низвергнуто ангелом, которого Всевышний в своей благости поставил над нами повелитель. Но довольна об этом. Главная новость, занимающая всю Москву, это смерть старого графа Безухова и его наследства. Представляете, три княжны получили какую-то малость, князь Василий ничего, а Пьер, наследник всего и сверх того, признан законным сыном, а потому графом Безуховым. Говорят, князь Василий играл очень гадкую роль во всем этом деле. И уехал в Петербург очень сконфуженно. Ну, я мало что понимаю по делам духовных завещаний, зная только, что с тех пор, как молодой человек, известный всем под именем просто Пьера, сделался графом Безуховым и обладателем самого огромного состояния в России, я не перестаю наблюдать за переменной тона маменек, у которых барышни невесты, и самих барышей в отношении к этому молодому человеку, который, кстати сказать, всегда казался мне очень ничтожным. А так как уже два года все только и развлекаются тем, что приискивают мне женихов, которых я по большей части не знаю, то брачная хроника Москвы делает меня графиней Безуховой. Ну, вы же понимаете, что я этого совершенно не желаю. Кстати, о браках. Недавно всеобщая тетушка Анна Михайловна поведала мне под большими секретами, что она собирается устроить ваше супружеское. И это не более и не менее, как сын князя Василия Анатоний. Родители хотят пристроить его жених на богатой и благородной девице, и на вас пал выбор родителей. Говорят он, очень хорош с собой и большой повесом. Вот и все, что мне удалось узнать об этом. Но довольно болтать, кончая свой второй листок, вот и маменька прислала сказать, что мы едем обедать к Апраксине. Обязательно прочитайте ту мистическую книгу, которую я вам посылаю. Конечно, в ней много того, что сложно понять слабым умом человеческом, но чтение ее возвышает и успокаивает душу. Ваше жюри. По скрипту сообщите мне о своем брате и о его прелестном жене. Милый и бесценный друг, ваше письмо от тринадцатого оставило мне большую радость. Вы все еще любите меня, моя поэтическая жюри. Разлука, о которой вы говорите, так много дурного, видно, не оказала на вас своего обычного влияния. А вы говорите о разлуке. Что же мне говорить? И же мне смело, и мне, которая лишена всех тех, кто ей дорог. А если бы у нас не было религии для утешения, жизнь была бы очень печальна. Известие о смерти графа Безухова пришло до нас прежде вашего письма, и отец был очень тронутым. Он сказал, что это был предпоследний представитель великого века, и что теперь черед за ним, что он сделает все зависящее от него, чтобы этот черед пришел как можно позже. Господи, Господи, от этого несчастья. Я не могу разделить ваше мнение на вере, которому я знала еще ребенка. Мне всегда казалось, что у него прекрасное сердце, а это именно то качество, которое я более всего ценю в людях. Что же касается до наследства и до роли, которую сыграл потом князь Василий, это печально для них обоих. Эх, милые други, слова нашего божественного спасителя о том, что легче верблюду пройти в глиное ухо, нежели богатому в этих царствиях Божьи эти слова страшные, справедливые. Я жалею князю Василию и еще более Пьера. Такому молодому быть потягощенным таким огромным состоянием, через сколько искушений предстоит пройти ему. Ежели бы меня спросили, чего я желаю более всего на свете, то я сказала бы, я желаю быть беднее самого бедного из нищих. Отец мне ничего не говорил о женихе, я сказал только, что получил письмо и ожидает приезда князя Василия. Что же касается вопроса относительно моего супружества, я скажу вам, милый мой друг, что брак, по-моему, есть божественное установление, которому нужно подчиняться, и ежели Господу будет угодно наложить на меня обязанности супруги и матери, я буду стараться выполнять их так верно, как могу, не заботясь об изучении своих чувств в отношении того, кого он мне назначит супругом. Я получила письмо от князя Андрея, в котором он сообщает о своем приезде в Лысый Город. Радость эта будет непродолжительной, так как он оставляет нас, чтобы принять участие в этой войне, в которую мы втянуты, Бог знает как и зачем. Не только у вас в центре дела, света, но и здесь, среди этих полевых работ и тишины, которую горожане обычно представляют в себе в деревне, отголоски войны слышны. И заставляет тяжело себя чувствовать. Отец мой только и говорит, что о походах и переходах, в которых я ничего не понимаю. И третьего дня, совершая свою обычную прогулку по улице в деревне, я видела раздирающую душу картины. это была партия рекрут, набранных у нас и посылаемых деревьев в армию. Надо было видеть состояние, в котором находились их матери, жены и дети, тех, кого вы возили, и слышать выдавали тех и других. «Подумаешь, что человечество забыло законы нашего Божественного Спасителя, учившего нас любви и прощению обид, и что оно полагает основное достоинство своё искусство убивать друг друга». «Прощайте, милый и бесценный друг, да сохранит нас, наш Божественный Спаситель и Его Пресвятая Матерь под своим святым и могущественным покровом». Аминь. В минуты отъезда и перемены жизни на людей, способных обдумывать свои поступки, обыкновенно находят серьёзное настроение мыслей. В эти минуты поверяется прошедшее, делаются планы на будущее. Страшно ли ему было идти на войну, грустно ли бросить жену, может быть и то и другое, только, видимо, не желая, чтобы его увядали в подобном расположении духа, князь Андрей торопливо высвободил руки, услыхав шаги в себя и остановился у края стола, так словно он увязывал чехол шкатулки и принял своё всегдашнее спокойное непроницаемое выражение. Это были тяжёлые шаги княжной Марии. Мне сказали, что ты велел закладывать, а мне так ещё хотелось поговорить с тобой наедине. Могу знать, на сколько времени опять расстаёмся. Ты не сердишься, что я пришла? Я очень переменился, Андрюша. А где Лиза? А она так устала, что заснула у меня в комнате на диване. Ах, Андрей, какое сокровище твоя жена. Она же совершенный ребёнок, такой милый, весёлый ребёнок. Я так её полюбила. Ну, надо бы быть снисходительным к маленьким слабостям. У кого их нет, Андре, и не забывай, что она воспитана и выросла в свете, и потом любовь, положение теперь не розовое. Надо бы входить в положение каждого. Кто всё поймёт, тот всё и простит. Ты подумай, ну, каково ей бедняжки после жизни, к которой она привыкла расстаться с мужем, остаться одной в деревне, в её положении. Это очень тяжело. Ну, ты живёшь в деревне, не находишь эту жизнь ужасной? Что обо мне говорить? Я другое дело. Я же не желаю другой жизни. Да и не могу желать, потому что я не знаю другой жизни. а подумать, для светской молодой женщины в самом расцвете жизни остаться в деревне одной, потому что отец всегда занят, а я... Ну, ты же знаешь, как я бедна интересами для женщины, привыкшей к лучшему обществу. Я всегда была дикарка, а теперь и подавно, и потом... Ну, а по правде, Мария... Я люблю быть одна. Тебе бывает тяжело от характера отца? Мне... Мне... Мне тяжело... Ну, он и раньше был крут, а теперь и вовсе тяжел стал, я думал. Ты... всем хорош, Андре, но... у тебя есть какая-то... гордость мыслей. А это страшный крик. Ну, разве возможно судить об отце? Даже если бы и было возможно, ну, какое иное другое чувство, кроме глубокого уважения, может вызывать такой человек, как Монпэр, и я довольна и счастлива с ним, я только хочу, чтобы все были счастливы, как я. Одно, что тяжело мне, это я признаюсь тебе, это образ мыслей отца в религиозном отношении. Я не понимаю, как человек с таким огромным умом не видит то, что ясно, как день, и может так заблуждаться, и... Это и составляет одно моё несчастье. Но в последнее время я вижу тень улучшения. В последнее время его замечания стали менее язвителями, и есть один монах, которого он принимал и долго говорил с ним. Боюсь, мой друг, вы с монахом зря тратите свой год. Ах, Монами, я только молюсь Господу и прошу, чтобы он услышал меня. Андре, у меня есть к тебе большая просьба. Что, мой друг? Нет, ты обещай, что не откажешь, это не будет стоить тебе никакого труда и ничего недостойного тебе в этом не будет. Обещай, Андрюша, ты только меня утешишь, обещай. Ну, если бы это мне хоть чего-нибудь стоило. Не знаю, думай, что хочешь, ты так же, как он Мон Пер. Его еще... Отец моего отца, наш дедушка, носил во всех войнах. Ты обещаешь? Ну, конечно, в чем дело? Андрей, я... я благословлю тебя образом и ты обещай мне, что никогда не будешь его снимать. Ну, если он не в два пуда и шеи не оттянет, чтобы тебе сделал приятное, очень рад. Право, очень рад, мой друг. Помимо твоей воли он спасет и сохранит тебя и обратит тебя к себе и в нем одном есть истинное успокоение. Прошу, Андрей, поменяйте. Прошу, Андрей, мы спасибо, Да, может быть, завтра убьют. Вдруг при этой мысли, целый ряд воспоминаний, вдруг восстал в его воображении. Он вспомнил свое последнее прощание с отцом и женой. Он вспомнил свои времена, своей первой любви к ней. Вспомнил о ее беременности, ему столы, жалко ее и себя. Да, может быть, завтра убьют. Может быть, завтра все будет кончено для меня. Тех этих воспоминаний не будет более, все они не будут иметь для меня более никакого смысла. Но завтра же, может быть, даже, наверное, завтра я это предчувствую, мне придется, наконец, показать все то, что я могу сделать. И ему живо представилось сражение, сосредоточение боя на одном пункте, потеря его и замешательство всех начальствующих лиц. И вот он, тот тулон, та счастливая мунта, которую он так долго ждал, наконец, представилась ему. Он твердо выражает свое мнение, и Кутузову, и Ироттеру, и Императорам. Все поражены верностью его соображений, но никто не берется исполнить их. Тогда он берет полк, дивизию, выговаривает условия, чтобы уж никто не смел вмешиваться в его распоряжение, ведет свою дивизию к решительному пункту и один одерживает победу. О смерти страдания. Говорит другой голос. Но князь Андрея не отвечает этому голосу и продолжает свои успехи. Диспозиция следующего сражения составлена им одним. Он носит звание дежурного парня и при Кутузове, но делает все он один. Следующее сражение выиграно им одним. Кутузов сменяется, назначается он. А потом... Говорит опять другой голос. А потом, если ты прежде десять раз не будешь ранен, убит или обманут, потом что? Потом? А я не знаю, что будет потом. Я не могу и не хочу знать, что будет потом, но если я хочу этого, хочу славы, хочу быть известным людям, хочу быть любимым ими, то разве же я виноват, что хочу этого? Что одного этого я хочу. Для одного этого я живу. Я никогда никому не скажу этого, но, боже мой, что же мне делать, если я ничего так не люблю, кроме как славу, любовь людскую? Смерть, раны, потери семьи, ничто мне не страшно. Как бы, как бы не были дороги мне многие люди. Отец, сестра, жена, самые дорогие и близкие мне люди. Но, как бы страшно и неестественно это не звучало, я всех их отдам сейчас за минуту славы, торжества над людьми, которых я никогда не знал и не буду знать за любовь вот этих людей. Князь Василий не обдумывал своих планов. Еще менее он думал сделать людям зло, чтобы приобрести выпивку. Он был только светский человек, успевший в свете и сделавший привычку из этого успеха. У него постоянно, смотря по обстоятельствам и по сближениям с людьми, составлялись различные планы и соображения, в которых он сам себе не отдавал отчетов, но которые составляли весь смысл его жизни. Ни один и ни два таких планов и соображений были у него в ходу, а десятки. Одни из которых только начинали представляться, но другие достигались, третьи уничтожались. Он не говорил себе, например, «Этот человек теперь в силе. Мне нужно добиться его расположения и дружбы, и через него устроить выдачу себе единовременного пособия». Или он не говорил, «Вот Пьер богат, мне нужно заманить его жениться на дочери и занять у него нужные мне сорок тысяч». Но человек в силе встречался и в то же мгновение инстинкт подсказывал ему, что этот человек может быть ему полезен. И князь Василий при первой возможности, без приготовления, по инстинкту сближался с ним, вести, делался фамильярен, говорил о том, о чем нужно. Пьер был у него под рукой в Москве. И он устроил ему назначение в камер-юнкере, что тогда равнялось чину статского советника, и настоял на том, чтобы молодой человек ехал вместе с ним в Петербург и остановился бы в его доме. Как бы рассеянно, но в то же время с несомненной уверенностью, что так должно быть, князь Василий делал все, что необходимо было для того, чтобы женить Пьера на своей дочери. Пьера так естественно казался, что все его любят. Так казалось бы неестественно, если бы кто-нибудь не полюбил его. К тому же у него не было времени спрашивать об искренности этих людей, ему постоянно было некогда. Он постоянно чувствовал состояние кропкого и веселого объединения. В Петербурге, так же, как и в Москве, атмосфера нежных любящих людей окружила Пьера. Анна Павловна Шер, так же, как и другие, выказала Пьеру перемену, пришедшую в общественном взгляде на него. Прежде Пьер, в присутствии Анны Павловны, все, что он не говорил, казалось ему неприличным, бестактным, не тем, чем нужно. Что речи его, кажущиеся ему умными, пока он произносит их в своем воображении, делаются глупыми, как он скоро их выговорит. И что, напротив, самые тупые речи Ипполита кажутся милыми и умными. Ну, теперь все, что не говорил, он все выходило, шаг, мама. А, ежели Анна Павловна не говорила этого, то он видел, что ей хотелось это сказать, и она только в уважении и в скромности воздерживалась от этого. Не правда ли она восхитительна? А как держит себя? Да, для такой молодой девушки и такой такт, Такой мастерск умения держать себя, это происходит от сердца. Счастлив будет тот, чьей она будет. Но с нею самый несветский муж будет невольно занимать самое блестящее место в свете. Не правда ли? Я только хотела знать ваше мнение. Элен улыбнулась с таким видом, который говорил, что она не допускает возможности, чтобы кто-либо мог видеть ее и не быть восхищен. Так вы до сих пор не замечали, как я прекрасна. Вы не замечали, что я женщина. Да, я женщина, которая может принадлежать всякому. И вам тоже, сказал ее взгляд, и Пьера в ту же минуту почувствовала, что Элен не только могла. Она должна была стать его женой, что это не может быть иначе. Он чувствовал, это так же верно, как бы он чувствовал это, стоя под венцом с ней. Как это будет, когда я вам не знал, не знал даже, хорошо ли это будет. Он ему казалось, что это нехорошо от чего-то. Да, но она глупа, я сам говорил, что она глупа. Что-то гадкое есть в том чувстве, которое она возбудила во мне, что-то запрещенное. Мне говорили, что ее брат Анатолий был влюблен в нее, а она влюблена в него, что была целая история, и из-за этого услали Анатолия. И брат ее Иппалида. Отец ее князь Василий. Да нехорошо. И в то же время, как он рассуждал так, и другой ряд рассуждений всплывал из-за первых. Он в одно и то же время думал и о ее ничтожестве, и о том, как она станет его женой. Как она сможет полюбить его, как все то, что он о ней слышал, может быть неправдой. И он опять видел ее не какую-то дочерью, князь Василия, а видел только все ее тело, прикрыто в сером плоти. Через полтора месяца он был обвенчан и поселился, как говорили, счастливым обладателем красавицы жены Емельонов, в Большом Петербургском, заново отделанном доме графов Безуховых. Субтитры создавал DimaTorzok На Братцинской горе, на том самом месте, где он упал с древком знамени в руках, лежал князь Андрей Балковский, истекая кровью, и сам не зная того, станал тихим, жалостным, детским стоном. Где она? Это высокое и чистое небо, которого я не знал раньше и увидал нынче. Я и страдания этих не знал так же. Я ничего, ничего не знал до сих пор, но где я? Но он ничего не видал уже. Над ним ничего не было, кроме неба. Высокого неба. Неизмеримо высокого. С тихо ползущими по нему серыми облаками. Как хорошо бы это было, подумал князь Андрей, глядя на этот образок, который с таким чувством и благоговением навесил на него сестра. Как хорошо было бы знать, где искать помощь в этой жизни. Чего ждать там, за гробом. Как бы счастлив и спокоен я был, если бы мог сказать теперь, Господи, помилуй. Ну, кому я скажу это? Или это та сила непостижимая, к которой я не то что не могу обратиться, я не могу выразить словами? Или это тот Бог, который здесь зашит, в этой уладанке княжной Марии? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества, всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятного, а важнейшего. В числе других безнадежных раненых, князь Андрей был сдан на попечение жителей. В последнее время я редко видел совершенно сглаза на глаз. В Петербурге и в Москве дом их постоянно был полон гостями. В следующую ночь после дуэли, он не пошел в спальню, остался в своем отцовском огромном кабинете, в том самом, в котором у меня грамп без уха. Что же это было? Я убил любовника? Любовника? Да, это было. Я убил любовника своей жены. Но чего? Как я дошел до этого? То, что ты женился на ней. Да, но я в чем виноват? Того, что ты женился на ней, не любя ее. Того, что ты обманул и себя, и ее. Живу зэм все из-за этого. Я их тогда чувствовал, я чувствовал, что все это не то, что я не имел на это права. Так и вышло. Как часто я гордился ей. Гордился ее величавой красотой, ее светским тактом. Гордился тем своим домом, в котором она принимала весь Петербург. Гордился ее характером и красотой. Да вот я чем гордился. А я раньше думал, что это я виноват, что не понимаю ее. Не понимаю ее всегдашнего спокойствия, удовлетворенности, отсутствия всяких пристрастий и желаний. Вся разгадка оказалась в том страшном слове, что она развратная женщина. Сказал это слово и все сразу стало ясно. Она во всем. Во всем она одна виновата. Да, но что с того? Зачем я связал себя с нею? Зачем я сказал этот живу зэм, который был ложь, еще хуже, чем ложь? Я виноват. Ты должен нести. Ну что? Позор имени и счастье жизни. Это все вздор. И позор имени, и честь. Все условно, все независимо от меня. Людовика XVI казнили за то, что они говорили, что он был бесчестен и преступник. И они были правы со своей точки зрения. Как были правы и те, которые умирали за него мученической смертью и причисляли к лику святых. Потом казнили Робеспьера за то, что он был деспотом. Вот кто прав? Кто виноват? Никто. А жив и живи. Завтра умрешь, как мог я умереть час тому назад. А стоит ли мучиться, когда жить остается секунду в сравнении с вечностью? Зачем я сказал это живу-зэм? Зачем я сказал живу-зэм? Зачем я сказал живу-зэм? Это еще что? Что это за дуэль? Что вы хотели этим доказать? Я вас спрашиваю. Я что я? Не прошу. Не говорите, то я вам скажу. Вы верите всему, что вам скажут. Вам сказали, что долг, мы любовь, и мы поверили. А что вы этим доказали? То, что вы дура, кого за нас. Так это все знали. К чему это поведет? К тому, чтобы я сделалась посмешищем всей Москвы? Чтобы всякий сказал, что вы, не помню себя в пьяном виде, вызвали на дуэль человека, которого вы без оснований ревнуете. И который лучше вас во всех отношениях. Нет, ну, почему вы подумали, что долг, а в мою любовь? Потому что я предпочитаю его общество. Если бы вы были умнее и приятнее, я бы предпочитала ваше. Не говорите со мной об умолянке. Отчего не говориться? Я буду говорить. И я вам скажу, что редкая та жена, которая с таким мужем, как вы, не взяла бы себе любовников. Только я этого не сделала. Нам надо расстаться. Расстаться. Извольте. Ежели вы дадите мне состояние. Расстаться. Вот чем напугали. Я тебя. Я тебя убью! Я тебя убью! Вон! Вон пошла! Убью! Убью тебя! Убью тебя! Крунуй все покрывающие, радуйся небе. Антрат 10 минут. Убью? Убью. 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 Аплодисменты. Это очень вкусно. Убью. Убью.